Вы уже украсили дома новогоднюю ель? Если нет, пора проявить активность. Пример можно взять с Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия. Именно на их плечах лежит львиная доля забот по украшению областного центра. Работу специалисты начали около двух недель назад. Сегодня в городе над Бугом постепенно проявляются контуры новогоднего рождественского убранства. Установку новогодней иллюминации мы уже начали две недели назад. Сначала мы собирали елочки, которые находятся на Суворово, Набережная и улице Красногвардейская. На прошлой неделе мы начали монтировать уже центральную елку. Сейчас уже центральная елка готовится к завершению. То есть мы уже начинаем монтировать световую иллюминацию. Параллельно этому мы расставляем сюжеты новогодние на площади. Как известно, подарок большой, шар большой. Дальше мы начнем выставлять всю новогоднюю иллюминацию. Основную часть работ планируется завершить к 10 декабря. Ближе ко второй половине месяца начнутся церемонии открытия елей. Старт даст зеленая красавица Ленинского района на набережной, затем Московского возле администрации. Центральным событием станет открытие главной елки на площади Ленина. В этом году поменяет прописку свою елка, которая была с Сальниково-Махновище там во дворах. Она переедет к новому магазину, который открылся Грин, будет на его стоянке. И планируется в микрорайоне Волчка на мини-рынке. Там стояла всегда живая елочка. В этом году будем ставить там искусственную. Поменяет прописку и знаменитая марсианская елка. Планируем ее поставить на кольце на бульваре Шевченко. Вот съезд с Варшавского моста, ее поднимем чужительно с Армшитом и поставим. А на месте этой елки марсианской будет другая елочка, но не менее красивая. Но не только мириады огней, сотни красок и раскидистые ели создают атмосферу волшебства и магии в преддверии Нового года. Обязательно получить свой подарок от зимнего владыки Деда Мороза, непременная составляющая отличного настроения. Установить контакт с волшебником уже не первый год помогает Белпочта. В 2018-м традициям здесь решили не изменять. В канун новогодних праздников РУББПОЧТА производит прием заказов на услугу поздравлений Деда Мороза. В наличии два подарка на выбор. Письмо от Деда Мороза, которое включает в себя красочную открытку с новогодним поздравлением, а также набор для творчества, для создания праздничной атмосферы. Подарок от Деда Мороза включает в себя письмо от Деда Мороза и мягкую игрушку, символ года. В канун новогодних праздников почтовые сотрудники доставят на дом поздравления Деда Мороза, которое по-настоящему удивит ваших детей и подарит прекрасное настроение взрослым. Оформить и оплатить заказ можно в любом отделении почтовой связи, с помощью интернет-сервиса на сайте Рубилпочта, а также у почтальона на дому. К слову, на почте можно не только заказать поздравления для своих родных и близких, но и самим поздравить Дедушку-волшебника. Для посланий даже установлены отдельные ящики. По словам сотрудников почтовых отделений, брещане с удовольствием пишут письма в резиденцию Деда Мороза. Что, безусловно, здорово, главный зимний маг и волшебник наверняка любят получать поздравления не меньше обычных людей. Конечно, надеемся, ждем, верим в сказку, в чудо и хотим подарить нашему ребенку вот этот кусочек нашего белорусского волшебства, чтобы все было по-настоящему. Я считаю, что это важно и для детей, и для взрослых, потому что это стимулирует дарить вот эту сказку своим детям. Я считаю, что это очень такое хорошее дело и задумка, и в целом ее реализация.